Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Скоро туда пойдем. Война подзакончится и пойдем. Аминь! Я хочу сказать несколько слов. Знаете, сегодня как никогда я понимаю. Раньше не понимал. Раньше мне наоборот казалось. Но сейчас, в это время, я как никогда понимаю слова Иисуса Христа, когда Он сказал, «Жатвы много, а делателей мало». Это просто такой прям болезненный вопрос сейчас. Потому что Бог хочет расширять пределы нашего обитания, распространять новое поколение по всей земле. И мы столкнулись с такой проблемой, что нету делателей, нету миссионеров, нету тех, которые бы горел. Вот сейчас, этот момент, это время. Может быть, в твоем сердце когда-то горело слово о миссии. Может быть, ты когда-то думал и мечтал быть миссионером, поехать куда-то проповедовать. Может, Господь тебе говорил даже, каким народом ты пойдешь. Но прошли годы, и ты так и не увидел своей миссии. И ты думаешь, может быть, это не для меня было. Может быть, мне показалось, что я миссионер, и я поеду в какие-то страны проповедовать Евангелие. То я хочу тебе сказать, сегодня пусть твоя мечта снова проснется. Потому что Господь хочет нас распространять. Господь хочет, чтобы наших церквей были тысячи по всему миру. Аминь! Потому что где еще столько много красивых, здоровых, счастливых людей? Как только не в церкви новое поколение. Всех уверенных в себе. Уверенных в Господе. Уверенных в Его Слове. Аминь! Нас не касаются проблемы внешнего мира. Они не могут нас угнетать. Потому что тот, кто внутри нас, он больше того, кто в этом мире. Он больше нищеты. Он больше, чем война. Он больше, чем угроза. Аминь! Халилюя! Халилюя! И у нас... И у нас снова будет миссионерская школа. С 7 сентября по 2 октября. У нас каждый год проходит миссионерская школа. И мы стараемся всех людей, которые отучились на миссионерской школе, отправить миссионерами по Украине, в другие страны мира. И вот завтра, допустим, мы открываем церковь в Эстонии, в Тарту. Завтра у нас открытие церкви. Халилюя! Мы послали миссионера из Украины для того, чтобы там проповедовать эстонцам, горячим эстонцам, которые немножко застыли. Поэтому мы их там расшевелим. И Бог сказал, чтобы мы шли в Европу. Я знаю, может, ты тут сидишь, ты и есть миссионер, который должен поехать в Европу проповедовать Евангелие. Поэтому сейчас, пока я буду говорить о пожертвовании, вам раздадут вот такие миссионерские буклеты, вы должны уже заполнить их. Уже сейчас поднимите руки, кому это нужно, и вам дадут наши служители такой буклет о миссионерской школе. Может быть, ты на распуте думаешь, я не я, надо мне, не надо. Послушай, если ты веришь в Иисуса Христа, если ты по-настоящему в Него уверовал, то твоя судьба быть миссионером. Нету другого вообще в Боге. Все смысл жизни христианина – это попасть на миссию, попасть туда, где ты будешь проповедовать Евангелие, попасть туда, где ты будешь служить людям. Я проехал много стран и встречался с разными миссионерами, с разными людьми, которые уехали даже в чужие страны, там, где не говорят на нашем языке. Я встречался сейчас в Непале с миссионерами, и они там уже целыми годами служат этому безбожному народу, который поклоняется идолам. Они рискуют своей жизнью, потому что, когда землетрясение в Непале произошло, они сказали, это из-за миссионеров, которые осквернили нашу землю. Я встречался с миссионерами в Индии, я встречался с миссионерами в Китае, во Вьетнаме. Это все нормально. Обычные люди, обычные парни, обычные женщины, которые поехали туда для того, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу Христу. И кто и знает, может, ты там только найдешь свою судьбу, может, ты там только войдешь в свое призвание. Мы сегодня открыты для того, чтобы обучить каждого человека стать настоящим миссионером, снарядить, зарядить и сделать тебе дверь в твое призвание. И когда ты попадешь на миссию, только там ты поймешь, кто такой Господь, насколько Он велик, насколько Он могущественен. Аминь! Аллилуйя! А ну, помашите, кому еще нужны такие буклеты? Слава Богу, слава Богу. Дайте вон людям, вы не получили, нет? Держите руки вверху, вас же не видит никто. Держите руки вверху. Ты скажешь, я, наверное, молодой, или я, наверное, девушка, женщина, как мне поехать на миссию? Послушай, у Бога вообще все равно, кто ты. И сколько тебе лет? Даже если тебе уже 60, все равно ты готовый миссионер, уже все знаешь, опытный. Или тебе 20, ты тоже готовый миссионер. Добро пожаловать на миссионерскую школу. Там ты получишь необходимые знания и помазание. Самое главное, помазание. Потому что через учение придет помазание, которое тебя обучит, как тебе действовать на миссии. И когда ты окажешься на миссии, это помазание будет работать вместо тебя. А тебе нужно будет сделать только этот смелый шаг, пойти на эту миссию. И знаете, мы каждый год обучаем миссионеров. В том году у нас около 100 человек отучилось. Мы послали и открыли больше 50 церквей. В прошлом году, несмотря на то, что у нас закрылось 50 церквей из-за войны, из-за этих всех проблем внешних, которые возникли. Но сегодня уже возрождаются. И там, сегодня в зоне АТО нам нужны люди, которые бы поехали туда миссионерами. Мы готовы помочь вам открыть церкви. Прямо там, на нашей украинской территории, где люди в огромной нужде. Мы приехали в один город, это город Попасное. И люди начали меня умолять, чтобы я открыл там церковь. Они говорят, пожалуйста, откройте нам церковь, мы все будем ходить. Вы приносите такую атмосферу, вы приносите такую радость. Мы здесь сидим, нас бомбят, мы в страхе. Мы иногда ночуем в подвалах, живем в подвалах месяцами. Но когда вы приезжаете, они все собираются в зал. 500 человек на каждом служении. Все они переживают Господа. Я первый раз увидел, как помазание приходит на песню Смарека. У нас Толя есть, где он? Анатолий. И он начинает петь. Ой, Смареко, ты моя Смареко. И Дух Святой, вау, все плачут, сидят. Я думаю, вот это да, Смареко, даже Духа Святого побудило прикоснуться к людям. А знаете, даже дело не в Смареке. Знаете, в чем дело? Дело в том, что нашлись люди, которые туда пошли и сказали, мы будем вам служить, даже если это опасно, даже если это может быть не очень удобно, ехать такую даль, каждую неделю там проповедовать, помогать им продуктовыми наборами, чтобы эти люди слушали Евангелие. Но знаешь что? Иисус ищет таких людей. Когда мы придем в небеса, Он не спросит, сколько мы заработали денег. Он не спросит, как мы прожили, построили ли мы дом, посадили ли мы дерево, сколько детей мы родили. Знаете, Его будет интересовать один вопрос, научился ли ты любить, так как Я возлюбил тебя? Полюбил ли ты людей, которые тебя окружали, которые были в бедствии, которые голодали, которые были в тюрьме, которые были, может быть, одиноки, которые были отвержены? Научился ли ты их любить? Полюбил ли ты их? Сделал ли ты что-то для них? Аминь Это шанс Это шанс для твоего старта Потому что когда ты отучишься в миссионерской школе Во-первых, ты получишь помазание Ты получишь знания Во-вторых, ты получишь возможность общаться с нами Для того, чтобы мы могли помочь тебе пойти в миссию Потому что когда ты не видишь двери, ты никуда не пойдешь Пока ты не увидишь двери миссии, ты никуда не пойдешь Ты не можешь идти просто так вслепую Я знаю, что можно послать кого угодно Но получится или нет, вот в чем вопрос Но когда мы целенаправленно уже годами работаем в этом направлении, чтобы наше служение расширялось, не просто чтобы церковь росла изнутри, но чтобы оно расширялось, чтобы открывались новые, новые и новые церкви. Поэтому не надо бояться. Бери буклет, заполняй, когда будут пожертвования идут, кинешь пожертвования и кинешь твою анкету, мы потом с тобой свяжемся. Телефон обязательно оставь, электронный адрес, телефон оставь, чтобы мы с тобой связались, чтобы мы тебя пригласили, чтобы мы тебе послужили, и ты стал настоящим миссионером. Я верю. А ну встаньте, кто эти миссионеры, встаньте, кто собрался, кто импульс получил. Кто импульс получил ехать в миссионерскую школу? Что-то маловато вас. Что-то маловато вас как-то. Слава Богу. Да. Ты можешь думать, да, ну это может кто его знает. Это постаратки, особенные люди, они как-то особенно разговаривают, особенно что-то знают. Да ничего мы не знаем. Все, что мы знаем, это мы получили в миссионерской школе. В библейской школе. На проповедях. Вот и все. Бог тебя точно таким же сделает, великим человеком. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы откроем Библию. Второзаконие, восьмая глава. Мне нравится слово завет. И когда мы читаем, есть два завета в Библии. Ветхий завет, новый завет. Я вам хочу сказать, и первый, и второй, это завет. И завет, он больше, чем договор. Не просто мы с Богом договорились. Он с нами заключил завет. Завет, это когда Бог сказал, у меня задней скорости нет. Я с вами в завете. Когда он отдал Иисуса, он говорит, я с вами в завете. Через его жертву в завете. Завет невозможно разорвать. Это настолько сильно, что Бог никогда от нас не откажется. Даже если ты стратишь, он от тебя не откажется. Вот такой любовью он нас возлюбил, что отдал своего сына, чтобы мы с ним были в завете. Второзаконие, восьмая глава, 17 стих. Чтобы ты не сказал в своем сердце, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Вы знаете, что? Бог здесь говорит неоднозначно. Он не говорит здесь как-то с сомнением. Он здесь утверждает, что наступит время, когда ты будешь такой богатый, но его волнует один вопрос. Чтобы ты не сказал, что это все приобрели твои руки. Вы аминь скажете или нет? Я, допустим, реально понимаю. Я когда вспоминаю, где я был и где я сейчас, какие возможности у меня были тогда и какие возможности у меня сегодня и сейчас, я вам свидетельствую, мне даже язык не повернется сказать, что это могла сделать моя рука, рука неудачника. Это все Иисус Христос. Халилюя! Если я раньше думал, как прокормить свою семью, то сегодня мы кормим тысячи людей. Тысячи людей получают нашу помощь только потому, что однажды я сказал, Иисус, я с тобой в завете. Я хочу помнить, что это завет, который со мной сделал. И Бог говорит, но чтобы ты не сказал, что это твоя рука сделала. Он ведет нас в эту землю, где течет молоко и мед. Он даст нам землю, даст нам дома и даст нам бизнес. Я в это свято верю. Халилюя! Поэтому, если когда ко мне кто-то приходит, говорит, пастор, помолитесь, чтобы у меня была работа. Я говорю, за работу я молиться не буду. Бог не обещал работу. А? Ты скажешь, а что же мне делать? Рассчитывайся. Ну, не все смелые просто. Он не обещал тебе квартиру. Если ты придешь ко мне, пастор, помолись, чтобы у меня была квартира. Я сказал, не буду молиться. Не поверьте. Бог сказал, дом. Скажи, дом. У меня будет дом. От Бога дом. От Бога земля. И от Бога бизнес. Бизнес от Бога. Халилюя! Написано, каждый будет сидеть под своим виноградником. А еще знаете, что написано? Мне нравится, как это Исайя сказал. 61.6. Он говорит, чужеземцы придут и будут работать в ваших виноградниках. Будут пасти стада ваши и убирать поля ваши. А вы будете священниками Бога Живого. Когда мне кто-то говорит, если все проповедники будут, кто работать будет. Я говорю, вот ты и будешь. А я буду проповедник. Аминь. Я священник Бога Живого. Поэтому пусть в моих винограднях трудятся чужеземцы. Китайцы в полтора миллиарда. Они любят работать. Любят. Они без работы жить не могут. Они в 4 утра начинают уже работать. И в 6 уже ложатся спать, чтобы опять в 4 начать работать. Так пусть работают. Если они влюблены в работу. А я влюблен в Иисуса. Я священник Бога Живого. Он говорит, чтобы ты помнил Господа Бога твоего. Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Бог дает нам силу приобретать богатство. Бог дает нам силу приобретать богатство. У нас есть сила приобретать богатство. У нас есть сила приобретать богатство. Он говорит, но только не забудь. Чтобы как ныне утвердить, исполнить свой завет. Которым Он клятвою клялся Отцам нашим. Он поклялся в завете, что мы будем богаты. И он сказал, я дам вам силу приобретать богатство. Вот у нас в церкви, у нас тюремная работа, мы по всей Украине работаем в тюрьмах. И однажды, несколько лет назад, приехала к нам женщина, которая просидела в тюрьме 20 лет. И она приехала и говорит, возьмите меня в свою церковь. Я ходила в собрание в тюрьме, я уверовала в Иисуса, я хочу жить с Иисусом, я хочу поклоняться Ему, хочу служить Ему. И мы взяли ее на реабилитационный центр, она у нас прошла адаптацию после тюрьмы. Она устроилась на работу, она сняла себе жилье, начала жить. И знаете что, она работала у кого-то в ларьке, там продавала пирожки, делала эти булочки, пирожки продавала на базаре. Сегодня у нее свой бизнес. Они сами открыли ларек и продают всем пирожки, причем так продают, что все едят их пирожки. Все остальные ларьки закрылись, только ее ларек работает. Потому что Бог дает силу приобретать богатство. Бог сказал, я дам вам бизнес. Он даст нам бизнес. Большой бизнес. Аминь! И знаешь, Он говорит, но что бы ты помнил? Всякий раз, когда я прихожу к Богу, я хочу вспомнить, откуда Он меня достал, где Он меня нашел, в каком состоянии я к Нему пришел. Я не хочу быть неблагодарным. Я хочу быть благодарным моему Иисусу Христу. Потому что когда Он меня нашел, я был в большом минусе, а сегодня я в большом плюсе. Когда Он меня нашел, я не мог справиться даже со своими проблемами. А сегодня я могу помочь решить проблемы другим людям. Когда Он меня нашел, я был разрушенной личностью, которая не знала, что делать в жизни, куда направить свои силы. Просто как сорняк, рос на этой земле. Думал, ну, а так все живут, и я так буду жить. Но когда меня Иисус нашел, я вам свидетельствую. Я знаю, куда я иду. Я знаю цель своей жизни. Я знаю, что мне делать каждый день. Я просто не знаю, где еще времени побольше взять, чтобы еще больше сделать. Поэтому возьми свою жертву. Вспомни завет. Вспомни завет. Каждый раз, когда я вспоминаю завет, мне хочется давать еще больше и больше. Потому что до Иисуса я был в минусе, а теперь я в большом плюсе. Аминь! Если кто-то точно так же в большом плюсе после минуса, скажи Аминь! Поэтому возьми хорошую жертву. Хорошую жертву благодарности. Бог, я благодарю за то, что все это произошло в моей жизни. Что Ты однажды достучался до моего сердца. Ты однажды послал этих людей, которые от меня не отстали, которые мне говорили, говорили, говорили и говорили, и наговорили, что я пришел к Иисусу Христу. Это Он их поднял, чтобы они пришли. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твой завет, который Ты заключил с нами в Своей крови. Спасибо, Иисус, за то, что мы можем сегодня зарабатывать и приносить Тебе свои дары, давать Тебе больше и больше, для того, чтобы Твое имя прославилось во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Запустите, пожалуйста, сокровищницы. И пока идут пожертвования, я хочу сказать несколько слов. У кого еще нет такой Библии? Ой-ой-ой! А что, у всех есть? А у кого есть? У двоих всего. У епископов и у пастырей. Вам надо купить такую Библию. Знаете почему? Во-первых, эту Библию мы напечатали. Мы заказали в Китае на самой лучшей фабрике, на самой лучшей бумаге, с самой лучшей кожей и с нашей самой лучшей эмблемой. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь! Когда русская таможня проходила таможню, они говорят, что это у вас за значок такой странный? Он нам что-то напоминает. Вы знаете, что церковь новое поколение, Россия боится, как огня. Они думают, что они нас закрыли, всех нам въезд закрыли, и теперь мы не сможем ничего сделать. У нас там агентов очень много. Аминь! Поэтому пробуждение все равно придет. Купи вот такую Библию. Сегодня в Харькове строится храм. И я вам хочу сказать, когда храм строится, церковь утверждается в городе. Я получил откровение, что нужно каждой церкви дом молитвы. И вот сейчас каждому пастору говорю, купи Библию. Это один кирпичик ты вложишь в строительство дома молитвы в Харькове, и не заметишь, как через годик-два у тебя будет свой дом молитвы. Потому что когда каждый раз я слышал, что кто-то строит дом молитвы, и выходили на пасторском, говорили, я хочу, я строю дом молитвы, не вы можете пожертвовать. Я всегда брал реквизиты, и мы всегда отправляли пожертвования. И вот купить такую Библию за тысячу гривен, это пожертвование в дом молитвы. Ты станешь инвестором домом молитвы. Знаете, что я однажды прочитал в Индии? Я попал на миссию пять лет назад в Индию, подошел к храму, и там табличка висела. Этот храм построил такой-то, такой-то человек в 1700 таком-то году. И я захожу в этот храм, и там люди поклоняются Иисусу Христу. И меня такая мысль пронзила. Думаю, если в самой безбожной стране мира, как Индия, стоит этот храм, и там молятся Иисусу Христу через 300 лет, после того, как этот человек давно умер, может быть, его уже никто не знает, и никто никогда не увидит, но он построил дом молитвы, и в этом доме молитвы даже через 300 лет, там, где 330 миллионов богов, люди поклоняются Иисусу. Вот точно ты это сделаешь. Пройдет 300 лет, нас уже 300 лет не будет, а храм в Харькове будет стоять, и там люди будут молиться Иисусу Христу. Может быть, сменится власть, сменится режим, сменится политика, сменится религия, сменится все, но дом молитвы стоит, и там будет церковь новое поколение, которая будет молиться на языках. Аминь! Поэтому обязательно купи такую Библию. Также хочу прорекламировать книги епископа Андрея, книга «Благодать», которая обогащает. Вы знаете, что все в жизни, если ты хочешь быть успешным во Христе, успешным в Боге, тебе необходима благодать. Это знаешь, знаешь, что такое благодать? Это когда ты не понимаешь, как оно все делается. Ты не понимаешь, почему у тебя церковь растет, ты не понимаешь, почему к тебе деньги липнут, ты не понимаешь, почему тебя все уважают, ты не понимаешь, за что тебе такое благоволение, тебе кажется все время, что тебя с кем-то перепутали. Это благодать. Когда ты говоришь, да я ничего особенного не делаю, я просто человек, Просто вот живу, просто какие-то движения, микродвижения делаю. Павел говорит, я хорошо потрудился. А потом думает, какой я? Это благодать. Аминь. Мы откроем тысячи церквей, потому что есть благодать. Здесь сидят будущие миллионеры. Потому что у Иисуса есть благодать. И если ты возьмешь эту благодать у Иисуса Христа, ты и сам не поймешь, как ты стал миллионером. Ты и сам не поймешь, как ты стал пастором. Ты и сам не поймешь, как у тебя стала самая лучшая семья. Ты и сам не поймешь, как это у тебя все получается. Ты скажешь, я не самый лучший элемент на этой земле, но почему-то через меня Бог так действует. И все, кто понимает, скажите аминь. Нам нужна благодать обогащения. Послушайте, нам нужна благодать процветания. Потому что мы должны сделать больше. Когда сегодня, мы каждую неделю кормим тысячу человек. Каждую неделю. Мы отвозим на фронт тысячу пайков. Каждую неделю. Начиная с осени прошлого года, с октября месяца. Мы каждую неделю едим в зону АТО и отвозим тысячу пайков. Знаете почему? Я и сам не знаю, почему. Откуда пришли деньги? Я и сам не знаю, откуда они пришли. Но они приходят, 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 приходят. И я вдруг начинаю подозревать, что где-то работает благодать. Потому что у меня есть такая книга. Я ее читаю. Аминь. И спасение души. Это тоже... Я верю, что когда мы переведем твои книги на английский язык, и будем продавать их в Америке, они станут бесселлерами сразу. Потому что тот концентрат, который есть в книгах, это целая школа. Вот здесь можно эту книгу взять, спасение души, и сделать целую школу трехмесячную, только учить об исцелении души. Только учить о преобразовании мышления. Только учить о преобразовании души. И написано, я хочу, чтобы ты преуспевал, как преуспевает твоя душа. Это значит, от твоей души зависит все преуспевание. Насколько ты правильно мыслишь. Насколько у тебя в душе порядок, насколько у тебя порядок с эмоциями. Вы заметили, что вот в этом зале, там мы все собрались, приехали. Кто-то приехал с Донецкой области, с Луганской области, кто-то приехал с Полтавской области, с Днепропетровской области. И вы замечаете, здесь вот есть атмосфера, да? Такая хорошая атмосфера. Если бы ты сидел дома и смотрел даже по телеку, прямой эфир, там этой атмосферы нет. Там только один процент этой атмосферы. Сегодня лови каждое слово, каждую букву, и ты изменишься. Здесь есть хорошие эмоции. Даже если ты потерпел крах в чем-то, сегодня Бог исцелит тебя. И вышла новая книга. У нас было 4 семерки, теперь 5 семерок стало, аллилуйя. Я думаю, будет 6 семерок, 7 семерок, 8 семерок, 28 семерок. Будет много семерок. 7 шагов к успешному бизнесу, 7 шагов к пастырству, 7 шагов к епископству, 7 шагов к апостольству. Это 7 шагов к реабилитации. По камести. Но учитывая, что у нас 70% пастыров бывшие наркоманы, то эта книга, она просто необходима. Потому что мы должны спасти Украину от наркомании. В Украине сегодня живет 2 миллиона наркоманов. Это только официальная статистика. Это тех, которых поймали и поставили на учет. Их намного больше. И это все люди, которые ходят на волоске, по краешку пропасти. Они все на волоске от смерти. И я думаю, что каждый, кто хотя бы в эту сторону думает, что ему надо как-то помочь наркоманам, как-то помочь этим людям, возьми эту книгу. Прочитай, еще больше проникся. Может, отступить в реабилитационный центр. Может, это побудет тебя открыть центр для того, чтобы успешно служить людям. Те, которые занимаются реабилитацией, вам это вообще нужно как инструкция. Чтобы она у вас на полочке лежала, и вы каждый вечер перечитывали, как вам еще лучше послужить людям, которых вам доверил Господь. Когда я смотрю, реабилитационный центр, и они только работают. Вот, у меня хорошая команда, они там заказики делают, там денежки мне зарабатывают. Мы это делаем для того, чтобы над нас кто-то работал. Мы это делаем, чтобы спасти людей. Наш интерес не деньги. Наш интерес души. И мы готовы заплатить деньги, чтобы взять души. Мы готовы потратить деньги, чтобы взять души. Когда мы открываем церковь, вот сейчас вот в Эстонии, это куча денег. Там в евро все измеряется. Надо арендовать зал, надо арендовать дом. Там сейчас сделали уже рекламу. Завтра я там буду проповедовать. И знаешь, мы это делаем не потому, что нам нужны деньги, а мы это делаем потому, что нам нужны души. И там погибшие души, заблудшие души. Поэтому эту книгу обязательно возьми. Семь шагов к реабилитации, к служению реабилитации. И я верю, что если ты проникнешься и поймешь, возьмешь эту инструкцию, ты сможешь спасать наркоманов. Ты сможешь им помочь. Ты сможешь их изменить. И это очень важно. Когда выходят люди и свидетельствуют о том, как Бог на них повлиял, то это просто сильно. Аминь! Аллилуйя!